Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 марта и вот сегодня наконец-то я собралась посеять свои баклажаны. Я сейчас расскажу, как я сею и на что нужно обратить внимание. Я сею их уже давно, но так как я сею небольшое количество и выращивать, скорее всего, буду их на улице, а не в теплице, то я сею их чуть позже, чем свои, вот как февральские перцы я сеяла, там томаты. Ну тут у меня, я говорила же, что все индивидуально, у меня тут свои причины. Когда я высевала их в ранние сроки и высаживала в теплице, они у нас просто место простаивали. Ну как говорится, не было в семье спроса, висят-висят, потом ближе к концу сезона начинаешь их раздаривать. Как я говорю, что мы просто не умеем их готовить, наверное. Если говорить о самом, о технологии посева, то он ничем не отличается от перца. Я также готовлю грунт, укладываю в лоток в меру увлажненный, потом делаю бороздки. Бороздки на расстоянии 3-5 сантиметров, это зависит от вас, ну как вы захотите. Можно 3,5, можно 4, можно пореже. И еще баклажаны, они схожи с перцем тем же, что их можно выращивать и с пикировкой, и без пикировки. Я все свои овощи выращиваю с пикировкой, поэтому я делаю вот такие бороздки, укладываю на расстоянии там сантиметр-полтора. И когда они взойдут, делаю пикировку и выбраковку растений. Но многие прекрасно выращивают баклажаны сразу посевом в стаканчик, одиночные, там по одному, по два семени. Это дело вкуса человека, как он привык. Я вот привыкла все с пикировкой, я выращиваю с пикировкой. Но то, на что вы должны обратить внимание, я сейчас обязательно должна сказать, потому что это единственный раз, когда я буду сеять, больше баклажаны сеять не буду, потом буду показывать, как я пикирую и как ухаживаю за ними. Самое главное, что вы должны знать, какое различие между баклажанами и перцами, это размер семян. Семена у баклажан помельче, вот эта вот пачка у меня досталась, попалась, крупные прям семена. А есть некоторые высыпешь прям маленькие-маленькие, крошечные. И поэтому всегда специалисты их рекомендуют сильно не заклублять. Это ошибка многих начинающих огородников. Посадив баклажаны на такую же глубину, как томаты и как перцы, они долго ждут всходов, а если еще почва переувлажненная, если еще прохладно, всхода можно не дождаться. Они там сгниют, семена и все, не смогут пробиться. Вот, подытожу все я. Посев очень легкий, такой же, как обычно. Можете по стаканчикам разложить, можете вот так, как я в бороздке. Но самое главное, что семена маленькие, больше чем на 0,5-0,7, лучше их не заглублять. Вот у меня глубина этой бороздки как раз 0,5. Я сейчас просто сравняю и все, больше засыпать ничем не буду. И, конечно, температура прорастания, так же, как у баклажан, должна быть чуть повыше, чем у томатов. Потому что томаты у нас немножко более неприхотливые, ну или, можно сказать, менее прихотливые. А перцы и баклажаны, они хорошо прорастают при температуре 25, даже 28 градусов. И вот поэтому у нас на ранних сроках, бывая с баклажанами, иногда проблема, что томаты все уже проклюнулись, вылезли, а баклажаны все еще сидят. Именно поэтому многие применяют вот эти и грелки дополнительные, и на батареи ставят, какие-то там коробочки сооружают. Где-то кто где, кто там говорил, что на обогревателях и на системах отопления, на титан везде устанавливают, на печку. Вот все, что мы должны сдать о баклажанах. Семена мелкие, заглублять с осторожностью, прорастают при такой довольно-таки высокой температуре, а не теплолюбивые. Все, в остальном нет ничего сложного. Вот я все посеяла. Я, так как выращиваю в открытом грунте, стараюсь приобретать, вот нынче купила, стараюсь приобретать скороспелые сорта. Ну и по всем этим картинкам видно мое предпочтение, что люблю черные длинные. Есть они белые, полосатые, круглые. Я такие очень редко для себя выращиваю. Вот купила нынче три сорта, а два осталось с прошлого года. Все они одинаковые. И когда они в готовом виде, их ничем не отличишь. Просто беру, потому что понравилась картинка. И так как я с них семена не собираю, их я, в отличие от томатов и от перцев, могу даже взять вот F1 гибриды. Мне все равно. И они у меня, я сразу скажу, что выращиваются по остаточному принципу. Если останется место в теплице, я посажу в теплицу. Если не останется места в теплице, будем выращивать в открытом грунте. Если получим мало урожая, я не расстроюсь. И если семена не вызреют, для меня это вообще не имеет никакого значения. Поэтому баклажаны вот так высеваю в марте, потом распикирую, потом высажу туда, где останется место. И готовлю я из них мало каких блюд и заготовок. Но я говорю, что они пришли к нам намного позже, чем томаты и огурцы и перцы. И мы, наверное, вот я лично к ним не приучена с детства. Увидела первый раз баклажан уже на 30-м году жизни, наверное. Все вот так. Но сеять умею, выращивать умею, хотя много лет, несколько лет у меня они плохо получались. Сейчас я умею выращивать все. Но полюбить я его так и не полюбила, наверное. Все, до свидания. Это были баклажаны.